Из банка к банкомату. После разговора с неизвестной пенсионер вначале направился за кредитом, так как собственных накоплений у него не было, а после поспешил перевести более 200 тысяч рублей на указанный собеседницей счет. Мы позвонили, сказали, на вас пришел кредит на 250 тысяч. Вы подавали заявление? Я сказал нет. Ну а потом началось, надо говорить, проверить, ну в общем, вашу кредитную способность и узнать, через какие банки идут утечка всей информации. И надо понизить кредитную стоимость, чтобы у тебя меньше кредит был. А до этого он говорит, ну он поговорил там мужчину, потом он говорит, я вас сейчас переведу в следственный, ну на какую-то следственную бригаду. Там дальше начались вопросы, то же самое, потом назвали, ну какие карточки имеешь, и все это такое. И начали посылать, ну идти в банки, там, чтобы снять денежку и уменьшить кредитную зависимость, так сказать. Александру Васильевичу пригрозили уголовной ответственностью за разглашение информации, а на следующий день вновь позвонили. На этот раз от имени сотрудника правоохранительных органов. Запомнив фамилию мужчина, направился на поиски в отдел. Я зашел, мужчина выходит, я говорю, а как мне встретиться, ну фамилию назвал. А говорит, это я. А вам говорит что-нибудь фамилия моя? Он говорит, ничего не говорит. Я говорю, а, ясно. И он начал спрашивать, а что такое случилось? Ну я рассказал, что мошенничество. А, понятно, он говорит, третий или четвертый уже человек, обращайтесь с моей фамилией. Никто, в том числе сотрудники банков или представители органов государственной власти, не звонят гражданам под предлогом якобы оформления кредитов или операций по борьбе с мошенниками. Если вам поступают указания перевести свои денежные средства на безопасный или резервный счет, помните, таких не существует. Прерывите разговор и обратитесь в полицию.